Драгоценные, Господь, Он, Ему нравится. Господу нравится, когда мы угождаем Ему. Аминь. Когда мы угождаем Ему, когда мы угождаем не себе, не своей плоти, когда мы угождаем не людям, но когда мы угождаем Господу. Аминь. И знаете, есть такой герой из Библии, все его знают, может быть, процентов 90 знают в этом зале, ну, не лично, но читали. Это Евреям 11 глава, 5 стих. И написано, верую Енох перенесен был так, что не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Господу. Аминь. Слава Богу, Енох, это был человек, который не видел смерти. Которого Господь просто забрал, вознес себе. Нету могилы здесь на земле Еноха. Всех людей есть, Еноха нет. Аминь. Не найдешь камень там какой-то, да, как где-то там мы видим, приходим к родственникам, да, там, к своим, там, или еще где-то, памятники какие-то, да, там, кто-то здесь похоронен, там, или еще что-то. Нету. Слава Богу. И, знаете, интересно, что здесь написано, что он угодил Богу. Господь его забрал себе, потому что он угодил Богу. И, знаете, сразу такой момент, такой, ну, все бы хотели, да, вот так вот, раз, и не мучиться, не страдать, там, не лежать в больнице, ничего, там, просто раз, и все, и Господь тебя забрал. Я думаю, каждый бы из нас хотел. И сразу вопрос возникает, а что он такого сделал? Как он угодил Богу? Ну, можно угодить, да, там, кто-то угождает, там, там, людям каким-то, да, то есть он угождает, и эти люди, там, какие-то вознаграждения, какие-то благословения, такие материальные, там, или еще что-то, да. И сразу вопрос такой, так, как же мне угодить Богу, чтобы мне так же быть переселенному, как Енох на небеса, сразу, прямиком, как у нас Милана Волохова поздравляла, о, не Милана, а старшая дочка, как, София, да, 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 она поздравляла Галину Петровну, говорит, Галину Петровну, желаю вам, чтобы вы прям прямиком к Богу, сразу, говорит, хоба, да, и мы тоже так, вы же были, да, Августа Петровна, или нет, не были, вы представляете, да, вот, маленькая такая, прямиком, говорит, И каждый из нас бы хотел тоже так же, раз и прямиком. И что же он сделал такого, что он так сильно угодил Богу, что Господь его забрал? Вы знаете, мы думаем, что угодить Богу, это вот что-то такое сделать, угодить Богу, это вот, это я не знаю, там непрестанно молиться, аминь, сто процентов, Господь радуется, Ему нравится, когда мы молимся, когда мы прославляем, когда мы служим, аминь, когда мы ездим на миссию, конечно же, сто процентов мы угождаем Богу, но это все результат, да, там, наше послушание Богу, это все результат, это все результат, наше поклонение, когда мы поклоняемся, это как бы, это результат, это результат того, что сделал Енох. По сути, Енох ничего не сделал. Ну, вот, мы не читаем, да, там, чтобы Енох там вывел народ израильский, нету такого. И что он 40 лет ходил там, служил им, выслушивал их, вот эти все моменты там, да, их ропот, их постоянные там какие-то все, он их приводил там к покаянию, там, они снова, там, и вот это вот, мы не видим. Мы не видим, чтобы, чтобы Енох, он, он как Давид, да, ой, ну, даже как Давид. Мы не видим, что Енох, он как Иисус Навин, мы не видим, что Енох, он был как Павел, который пол Нового Завета больше половины написал, да, и который ходил, проповедовал, в концовке свою жизнь положил на алтарь, да, там, в жертву Господу, и при жизни полагал ее, и последний день его жизни был. Мы не видим, мы не видим, чтобы Енох, он, он, он что-то такое сделал. Вообще, в Библии про Еноха только в двух местах написано, есть еще, знаете, неканонические, книга пророка Еноха, по-моему, есть, это неканоническая. И почему ее не внесли, потому что она была написана там через сколько-то там, 300 лет после смерти Еноха, если не больше, по-моему, даже через 3 тысячи, то есть, это не он написал, это люди написали. И, знаете, о Енохе написано очень мало в Библии, очень мало, только здесь в конце его результат и в начале. Это, давайте откроем, Бытие, самое-самое начало. Бытие, 5 глава, 17 стих, где написано, «Всех же дней Мелелиила было восемьдесят, восемьсот девяносто, восемь, я еще только как восемьсот, да, так жили. Восемьсот девяносто пять лет и умер. И ред же жил шестьдесят два года и родил Еноха. По рождению Еноха Иерат жил восемьдесят лет и родил сынов и дочерей. И всех дней Иереда было...» Ну, то есть, вот здесь упоминается, что он родился. Двадцать первый стих. «Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом. По рождению Мафусала триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Все. Все. Ходил перед Богом. Енох просто ходил перед Богом. Что нам нужно, чтобы Господь нас взял, чтобы нам ходить перед Богом. Аминь. Ходить перед Богом. И здесь в Евреях, да, вот в одиннадцатой главе, мы читаем, что он угодил Богу. То есть нам, знаете, мы очень часто пытаемся себе угождать, своей плоти угождать. Мы очень часто пытаемся и живем так, как будто бы, знаете как, ну, многие христиане, они думают, что приду к Богу, и все, сразу у меня наладится все проблемы. Люди, многие христиане думают, сейчас приду к Богу, и Господь меня благословит. И мы видим, да, знаете, я тут разговаривал с одним, с одним братом, он даже не с нашей церкви, он даже не с нашей динаминацией, да, вот, он живет на югах, уехал туда, вот, и говорит, хочу вернуться. Я говорю, что такое, почему? Он говорит, знаешь, на юге, он так интересно, ну, сказал, говорит, говорит, тут очень люди материальные, ну, даже в церквях, говорит, очень материальные. И, ну, я сейчас не говорю про всех, я знаю, конечно, есть посвященные, слава Господу, да, но, видно, он с такими сталкивался. Говорит, ну, такое выражение, там, с каким-то братом, там, он столкнулся по делам, он говорит, знаешь, как бы, но вера верой, вера верой, как это, друзья друзьями, а продукты продуктами, да, так я не буду там использовать эти, драгоценные. Знаете, много сегодня верующих людей, они живут тем, что они угождают себе, угождают своей плоти, живут для себя, угождают себе, думают только о себе, я на первом месте, я это первое, там, знаете, как, она на самом деле последняя буква в восстановлении, но она такая большая, я, зато я, я последний, я замыкающий, да, то есть, люди живут тем, что они угождают себе, и в Писании написано, если мы откроем, 2 Тимофея, 2 глава, давайте откроем, 2 Тимофею, 2 глава, что написано, откройте, драгоценный, давайте дальше, так, 2 глава, 4 стих, итак, воин не связывает себя делами житейскими, ибо, чтобы угодить военачальнику, дальше, если же кто и подвязается, если так незаконно будет подвязаться, дальше, трудящийся земледельцу первому должно вкусить от плодов, ладно, там написано про угождение, что мы не должны угождать себе, драгоценные, вера и хождение перед Богом, это когда ты угождаешь Господу, ты не угождаешь себе, ты не живешь для себя, да, Господь, Он не хочет, чтобы мы жили для себя, а в Писании написано, когда мы читаем, да, Павел говорит там, и тела ваши, да, принесите в жертву живую, угодную Господу, аминь, чтобы мы принесли свои тела в жертву Господу, не просто, да, там, жили для себя, слава Богу, и ты еще, Господь, нам там на небесах, как бы все нормально сделаешь, я здесь для себя проживу, как бы и все, не драгоценные, ходить перед Богом, это жить для Него, ходить перед Богом, не перед людьми, драгоценными, а все остальное, о чем я говорил, да, миссия, там, и еще что-то, да, если ты ходишь перед Богом, то ты в любом случае все это будешь автоматически, это как плоды твоего хождения перед Богом, это как плоды твоего, знаете, как, если ты не ходишь перед Богом, ты не сможешь покаяться, если ты не ходишь перед Богом, ты не будешь, Исполнять волю Его. Если ты не ходишь перед Богом, для тебя неважно, и тебе вообще безразлично вот эти все миссии какие-то или еще что-то. Почему мы не ездим на миссию? Потому что мы не ходим перед Богом, потому что мы ходим своими, живем для себя. Миссия – это же, ладно, миссия, я понимаю, в какие-то благополучные страны, во Францию, в Париж на миссию, а то куда-то там ехать, в Якутию или в Тыву. Там просто зимой в Тыве вот этот смог угольный такой лежит, и ты думаешь, за что бы зацепился глаз мой, за красивое какое-нибудь, что-нибудь такое, знаешь? Если ты ходишь перед Богом, то тебе и миссия, и вообще без разницы, куда ехать. Господь, куда скажешь? Едь туда. Хорошо, Господь, поехал. Господь, куда скажешь ехать, куда скажешь идти, я пойду за Тобою. Как эта песня, да? Что скажешь, я скажу, куда скажешь, я пойду. Потому что ты ходишь перед Богом. Я думаю, знаете как, просто тут нету, вот здесь в бытие, да, там в этой, в главе, где пишется про Еноха, там нету каких-то, знаете, его описаний, его истории, его жизни. Но я думаю, что там много чего. Я думаю, что там много чего. Я думаю, что он много чем порадовал Господа. Я думаю, что он много чем угодил ему. Я думаю, что Господь, он все равно, он смотрел на него, он радовался. его образу жизни. Он радовался. Я думаю, что Енох, он был обычным человеком, таким же, как и я, и ты. И так же раздражался, скорее всего. Я думаю, что, знаете, нет ни одного человека, который бы никогда не раздражался. Ни одного. Как один пастор рассказывал, сидят в кафе, а сестра говорит, пастор, меня Бог освободил. Ну, конечно, пастор такой радикальный, такой этот сделал. Говорит, меня Господь освободил от раздражительности. Я теперь вообще не раздражительная. Я, говорит, такая, такая. Говорит, он сидит, я уже это. И я вот такая. И я теперь вот такая. И он сидел, сидел вообще возмущенный. Взял из стакана в лицо, как полезла из нее, как полилось там. И он говорит, ну вот, сестра, а ты говоришь, что тебя Господь освободил. Нет, еще придется попахать еще, да. Придется еще. Драгоценные. И, знаете, я думаю, что у Еноха у него то же самое было. Там много каких моментов было. Но когда ты ходишь перед Богом, знаете, у меня в жизни бывали моменты такие, когда что-то тайное делаешь. в тайне там что-то, ну, что-то сделал, короче. И ты такой, знаешь, как, ну, никто не узнает. Ну, реально. Про что ты говорил, да? Никто не узнает, никто не было ничего, то есть никто не слышал, не знал, не видел. То есть все завуалировано, все четко сделано, все там присыпано, там следы заметены, все нормально. Но ты чувствуешь Господь внутри. У тебя, ну, у тебя покоя нет. Он тебя будоражит. Он тебя, ну, как бы ведет. И ты понимаешь, что я не могу. Пойду там, пойдешь, покаешься там. Или там бывали моменты, что держишься, терпишь, терпишь. Слава Богу, там, за пастора, за служителей. Знаете, иногда реально чувствование, там, я помню пастор, такой, слушай, не было у тебя вот этого случайно? Я такой, думаю, ну, откуда он знает? Было, родной, было. И ты понимаешь, слава Богу, Господь. Но ты понимаешь, что Господь тебя будоражил, Он тебя ввел, потому что ты ходишь перед Богом. Потому что ты ходишь перед Богом. Если ты ходишь перед собой, если ты не ходишь перед Ним, то ты будешь запрятал. Знаешь, никто не видел, но Господь-то видит. Про что пастор Владимир говорил. Я про что и говорю, что ты подготовил людей к проповеди. Никто не видел, но Господь-то видит, потому что ты-то ходишь. Если ты Господа не знаешь, то ты ходишь своими путями, ты ходишь перед людьми, ты ходишь там, я не знаю, перед кем. Но когда ты Господа познал, ты понимаешь, ты ходишь перед Ним. Ты относишься к людям так, как будто ты ходишь перед Богом. Ты относишься к Слову Божьему в твою жизнь, призванию к твою жизнь, к какой-то воле, к чему Господь тебя призывает. Ты относишься к этому, как будто ты ходишь перед Богом, но не перед людьми, но не перед самим собой. Драгоценный. И для тебя ты понимаешь, что я отношусь к людям, но Бог-то видит мое сердце. Как я к ним отношусь? Как я к ним отношусь? Злюсь, раздражаю, раздражаюсь, не люблю, не забочусь или еще что-то. Драгоценный. Поэтому возлюблен быть христианином, это не просто по воскресеньям приходить в церковь. Быть христианином, это ходить перед Богом. Иметь веру Божью, да, там Господь говорит, имейте веру Божью. Кто-то верит, знаете, вот так вот, что я буду ходить в церковь, и я верю, что Бог меня там спасает. Как пастор прошлого служения говорил, он говорит, ну не все здесь, кто здесь находится, верующие люди. Не все. И кто-то верит, что приходя в церковь, там, молясь, там, только по воскресеньям, я не знаю, там, да, там, он спасен. Он верит в это. Он верит, что тем самым он угождает Богу, но Господь говорит, имейте веру Божью, возлюбленный. Имейте веру Божью. То есть имейте такую веру, ну, ты не своими путями ходишь, но ты ходишь его путями. Ты веришь не так, как ты себе сам там напридумывал, не так, как ты сам захотел, знаете, мы иногда, я верю так, как я хочу. Тебе Господь говорит, не-не-не, ну не так, не-не, Господь, я хочу так, и я верю, но я же верю, у меня же вера есть в сердце. Еще места Писания, там, вера же есть, там, осуществление ожидаемого, вот я верю, значит, они осуществится, там, вот это все. Не, драгоценный. Вера Божья, это ходить перед Ним, это жить Его, ну, не своими, там, желаниями, похотями, а жить Его желанием. Исполнять не свою волю, а исполнять Его волю. Угождать не себе, но угождать Ему. Аминь? Или не аминь, драгоценный? Угождать не себе, но угождать Ему. И нох, он угодил Богу, потому что он ходил Его путями, он ходил перед Ним. Конечно, мы видим много, много-много, Ной там, да, он угодил там, много людей в Библии, которые угодили Господу, слава Богу, драгоценные, но Господь, Он хочет, чтобы мы были теми людьми, как Енох. О, Господь, нет, Ты меня не перенесешь, значит, я не буду ходить перед Тобой. Нет. Живи так, как жил Енох, ходил перед Господом. Аминь. Главная цель рождения свыше, когда мы рождаемся свыше, это не то, что мы себе напридумывали, но главная цель рождения свыше, это угождать Богу, угождать Богу, исполнять Его волю. Жить для одной единственной цели, угодить Ему, угодить Господу. Не себе, но Господу. Не себе, но Господу. И цель христианина, это не просто стать, знаете, как счастливым человеком. Ну, здесь какой-то, знаете, какая-то цель, стать счастливым человеком, она какая-то такая эгоистичная, да, то есть ясно. Вот, Господь, сделай меня счастливым. Сделай меня счастливым. Сделай меня счастливым. И все. И вот, Господь, я знаю, Бог, Ты хочешь, чтобы я хорошо жил, чтобы у меня, знаете, Знаете, мы иногда напридумываем каких-то там, Господь говорит, я вообще этого не хочу, подожди, стой. Жить в благословении, Господь, благослови нас. Аминь, Господь хочет благословить. Мы очень часто думаем, что благословение это что-то материальное, деньги, зарплата большая или еще что-то, машина хорошая. Господь, Он хочет, конечно, сто процентов благословить. Но чтобы мы стали благословением для других. Аминь. Драгоценный, наша цель, наша цель христианина, цель христианства, это в том, чтобы мы отдали свою жизнь для Господа. Мы читали уже, принесите жертву свою, тела ваших, жертву живую, благоугодную для служения Господу. И знаете, ходил перед Богом, если с еврейского, с греческого языка перевод, это означает близкое общение с Богом. Это близкое общение с Богом. Близкое общение. Ходил перед Богом. Это какие-то, знаете, такие интимные общения. Это когда ты и Бог, когда ты и Бог, когда ты и Господь, и ты понимаешь, что я сейчас хожу перед Ним. Он знает меня, Он видит меня. Он видит. Он видит все мои дела, Он видит все мои мысли, Он знает все. Зачем мне там лгать, зачем мне какие-то вещи делать, если Бог, Он видит, Он знает меня. И ты с Ним общаешься, и ты открываешься Ему, и ты говоришь с Ним. Это близкое общение с Богом переводится, драгоценное. И, знаете, ходить перед Богом. Вообще, когда мы... Вообще, покаяние, да, мы очень часто говорим о том, что покаяние – это принести достойный плод покаяния. Мы говорим, знаете, как... Часто слышишь, да, там, человек покаялся. Очень много, да, там, конечно, прощаем, принимаем, и мы каемся, и нас прощают, принимают. Каждый человек, каждый христианин кается. То есть мы должны каяться. Но бывают моменты какие-то, знаешь, время проходит, и плода нет. То есть человек покаялся, попросил прощения. То есть это только 50% покаяния. Но потом должен быть плод покаяния. Да? То есть должно быть что-то, если кто крал, знаете, как плоды покаяния. Кто крал – впредь не кради. Кто там лгал – впредь не лги. Кто там блудил – впредь не блуди, да, там. Много о чем написано. Но, знаете, я сейчас хочу сказать о том, что покаяние как момент, когда мы приходим к Господу. Ну, вот этот момент, вот эта вот молитва покаяния, когда мы каемся, да. Это когда ты покаялся, когда ты пришел к Господу. И ты начинаешь ходить перед Богом. Ты начинаешь, знаешь как? Хождение перед Богом, оно всегда с плодами. Оно всегда приносит плоды. Хождение перед Богом, оно не может быть, знаете, как бы бесплодным. Как Иисус, Он говорил, когда Он увидел смоковницу, Он подошел к ней, и Он увидел, что смоковница, она не приносит плода, она живет только для себя. То есть вот она есть смоковница, и все, и плода нет. И Он обратил внимание, да, на смоковницу. Он говорит, вот смотрите, смоковница, она не приносит плода, Он там дал шанс, там все эти моменты, да. То есть другими словами, когда ты каешься, ты перестаешь жить уже для себя. Когда ты по-настоящему встретился с Богом, когда ты по-настоящему покаялся, и твоя жизнь, она развернулась, это как, знаете, как поворот на 180 градусов. Ты жил, шел там от Господа, потом ты покаялся, ты вернулся, и ты идешь к Нему в сторону Бога. И покаяние, знаете, оно всегда сопровождается плодами. Ты отдаешь себя, драгоценный, ты отдаешь свою жизнь Господу на служение Ему. Ты отдаешь свою жизнь Господу, и ты живешь так, как будто ты перед Ним живешь. Ты перед Ним, и тем самым ты угождаешь. И тем самым, знаете, уже все остальное, о чем мы вначале говорили, кто-то думает, да я там прославляю так хорошо. Слава Богу. Но когда ты ходишь перед Господом, это прославление, это как плод. Когда ты ходишь перед Господом, покаяние, это как твои плоды. Когда ты ходишь перед Господом, ты в любом случае покаешься. Когда ты ходишь перед Господом, знаете как, человек, он никогда не уйдет там из церкви своей, где он родился. Никогда, если ты ходишь перед Господом, никогда, если ты ходишь перед Господом, ты не бросишь там свою жену, свою семью, ты не бросишь, если ты ходишь перед Господом. Если ты ходишь перед Господом, если я пастор, который я хожу перед Господом, я не брошу свою церковь, я не брошу своих детей, я не брошу, Потому что я хожу не перед ними, я перед Господом хожу. И это его, это его церковь. Это дети, которых он мне дал. Это жена, которую он мне дал. Я никогда не брошу драгоценную мать. Когда ты ходишь перед Господом, знаешь, очень часто встречаются такие моменты, когда люди, он не покаялся, он не покаялся. Когда ходишь перед Господом, ты покаешься. И ты принесешь плод покаяния. Аминь. Ты в любом случае придешь, ты сокрушишься. Знаешь, бывают моменты, люди какие-то, и ты знаешь, да он покается. Ты знаешь, этот придет покаяться 100%, потому что он перед Господом ходит. Потому что ты знаешь его образ жизни. Потому что ты знаешь. И ты даже не сомневаешься, что он покаяться. Ты уверен в этом. Аминь. То есть, другими словами, когда ты приходишь к Богу, все, твоя жизнь меняется. Ты начинаешь жить для Христа. Ты начинаешь Ему угождать. Ты перестаешь жить для себя. Аминь. Также, знаете, очень часто, когда ты ходишь... Мне жена, кстати, она реально, она мне очень... Она мне так помогает иногда, всегда. Она мне говорит, что ты перед людьми-то ходишь. Меня это так раздражает. Ты перед Богом ходи. Что ты говоришь? Все расскажу. Она очень часто... Знаете, я правда думаю, что я перед людьми хожу. Знаешь, как вот этот имидж что-то там хранишь. Или еще какие-то моменты. Да какая разница? Ты перед Богом ходишь. Ходи перед Богом. Ходи перед Ним, не перед людьми. Ходи. Не храни этот имидж. Не храни. Аллилуйя. Знаете, мне нравится... Одна история, я сейчас искать не буду ее. Вот там начальник синагоги пришел к Иисусу, да, и пал к ногам его, и умолял его. И я такой думаю, вот это да, начальник синагоги. То есть такая большая шишка, да. Мы вообще без разницы. Что о нем люди подумают? Я знаете, я сегодня смотрю, иногда, ну, пастор наш, он какие-то такие вещи, то есть говорит, делает. И думаешь, ну, реально, человек ходит перед Богом, не перед людьми. Не важно, что подумают люди. Знаете, иногда многие, ну, как бы они так живут, что, ну, я не буду, ну, что-то говорить, потому что, ну, подумают, скажут, ну, как обо мне подумают? Скажут, ну, какие-то вы не такие, там, маргиналы или еще что-то, да. Но очень часто бывают такие вещи, когда пастор, он делает что-то. Когда в Африку едем, доллар сто пятьдесят рублей. Ну, многие там, ну, ребят, ну, опрометчивый шаг делаете, подождите маленько. Без разницы, что они говорят. Господь все усмотрел, все нормально. Заплатили там, ну, больше, короче, на треть, если не больше, если не на две трети, да, там. Потому что, ну, без разницы, что люди подумают. Я помню, у меня была история такая, когда мы в Монголию первый раз с пастором съездили. И все, знаете, я загорелся в Монголии. Господь вложил мечту такую в сердце. Слава Богу, за нее мы много раз, я не знаю, сколько мы раз ездили туда, раз десять, да, наверное. Ты каждый раз была? Каждый раз. Я один пропустил раз, когда два раза ездили. Вот, но я помню, и, знаете, я разговариваю со своим братом, он неверующий, я говорю, говорю, вот в Монголию съездили, там, я говорю, может быть, мне Господь, ну, не так, я говорю, может быть, я вообще туда перееду. Ну, я не говорю, что там, Господь мне скажет, пошлет меня. Он такой, ну, что ты какой-то шаг у тебя промечиваешь. Я понимаю, как бы, ну, там, куда-нибудь, ну, на Багамы, там, в Таиланд или в Турцию, куда-то, ну, что-то в Монголию, что-то как-то ты, что-то как-то, ну, ты это самое, да не ошибся там случайно? Да нет, конечно, я не ошибся. Мне без разницы, что обо мне люди подумают. Аминь. Мне без разницы. Поэтому, драгоценные мои, давайте будем жить так, как будто мы ходим перед Богом. Давайте мы будем проводить нашу жизнь, наше христианство. Давайте мы будем строить нашу жизнь так, ну, не как будто бы мы перед Богом, а перед Богом. Будем воспитывать наших детей перед Богом. Будем строить наши отношения с нашими семьями перед Богом. Служить перед Богом. Драгоценный. Ходить перед Богом, как енох. Тем самым он угодил, он больше ничего не сделал, каких-то глобальных проектов или еще чего-то. Он просто ходил перед Богом. Он просто угождал. Он просто был открыт. Он просто открывался. Он просто сокрушался, я думаю, перед ним. Не написано, но как? Он сокрушался. Он открывался. Он молился. Он имел близкие отношения с Ним. Аминь. Драгоценный. Поэтому благословляю каждого из вас, чтобы у вас были такие тесные и близкие отношения с Ним. Аминь. Такие интимные отношения. Ходите перед Господом. Аллилуйя. Прославление. Выходите. Давайте будем славить Его. Отец, Господь, Боже, мы молимся о том, Господь, чтобы каждый из нас, Он ходил не своими путями, чтобы каждый из нас, Господь, Он просто не жил для себя и не угождал себе своей плоть во имя Иисуса Христа. Но каждый из нас, Господь, Он жил, как енох, который ходил перед Тобою и который угодил тем самым Тебе во имя Иисуса Христа. Отец, мы молимся, Господь, о том, чтобы... Я знаю, что есть люди, которые недавно кто-то... Я знаю, Господь, что есть люди, которые уже давно ходят, но они как бы все равно своими путями еще двигаются. Отец, я молюсь, Господь, о том, чтобы каждый, Он стал на этот путь, знаешь как, ходить перед Богом, это, знаешь как, это быть рядом с Ним. Это, куда Господь идет туда, и ты идешь. Господь идет, Он зовет тебя туда, вот в Африку, и ты за Ним. Он зовет тебя в Хоспис, и ты за Ним. Он зовет тебя в Ожогово, и ты за Ним. К цыганям, и ты туда. Господь говорит тебе, слушай, сын, надо покаяться. Ты говоришь, да, Господь. Он говорит тебе, слушай, эти люди, мои люди, люби их. И ты говоришь, да, Господь. Аллилуйя. Отец, мы молимся, Господь, чтобы наше христианство, оно просто, оно вышло на какой-то новый уровень, Господь. Господь, чтобы наше христианство, оно перестало быть таким, что мы живем только для себя. Во имя Иисуса Христа. Ну, дай нам, Господь, жить для Тебя, ходить Твоими путями. Во имя Иисуса Христа. Жить для ближнего своего. Отец, благослови нас. Я знаю, Господь, что жизнь с Тобой-то не просто пришел в церковь и ушел. Это что-то глубже. Это глубокие, тесные отношения с Тобой, Господь. Во имя Иисуса Христа. Когда я и ты. Аллилуйя. Когда ты ходишь перед Богом, знаешь, церковь, она становится ценностью для тебя. Когда ты ходишь перед Богом, Бог, Он будет вести тебя. Когда женщина-самаритянка, она встретилась с Иисусом, она к людям помчалась рассказывать. Ей не важно было, что она была блудница. Она ходила отдельно от всех людей за водой в жаркое время. Все ходили утром в прохладе. Она одна ходила. Но когда Бог пришел, она побежала к людям. Аллилуйя. Господь, я знаю, что если мы ходим перед Тобой, Отец, для нас ценностью становится, Господь, все Твое. И мы все это ценим, и мы все это бережем, Отец, все то, что Ты дал нам, Господь. Аллилуйя. Мы бережем церковь. Мы бережем ближних, братьев бережем. Господь, Господь, благослови очень сильно каждого из нас, и дай нам ходить пред Тобою и угождать Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Кемеровская христианская церковь Христа Воскресшего осуществляет миссионерское служение в разных городах и странах, таких как Индия, Кения, Конго, Камбоджа, Таджикистан, Монголия, Тыва, Южная Корея. Вы можете поддержать миссионерское служение в этих странах и стать участником мировой жатвы. Осуществить пожертвования очень легко. На сайте церкви вы можете пожертвовать при помощи банковской карты или через банковский счет. Реквизиты счета указаны на сайте в разделе пожертвования. Мы благодарим вас за вашу поддержку и участие в миссионерской работе. Пусть Бог благословит вас! Субтитры создавал DimaTorzok